Ученый Дмитрий Менделеев, который создал периодическую систему химических элементов, наверняка гордился бы этими ребятами. Блаковские школьники проводят исследования, которые удивили бы даже опытного ученого. Лучшие работы в конкурсе «Дети Менделеева» определяются уже в четвертый раз. Этот конкурс в этом году у нас также приурочен не только к профессиональному празднику Дню Химика, но и также к 50-летию нашего предприятия Блаковского филиала «Акционерное общество Апатит». И именно в этом году у нас принимает участие рекордное количество – 36 заявок мы получили от ребят практически со всех школ города и несколько заявок из района. Традиционно защита проектов проходит в четырех направлениях – пищевое, химическое, экологии, сельское хозяйство и здоровье и красота. Но каждая работа начинающих исследователей так или иначе связана с химией. Самые главные требования к работам, которые предъявляются при оценке – это новизна исследовательская работа, вклад участника в научно-исследовательскую работу, умение защищать работу и ее актуальность. Именно по этим четырем составляющим и будут определяться победители конкурса. Темы, которые выбирали школьники для своих работ, самые разные. Здесь и использование химии в живописи, и важность йода, и влияние антибиотиков на организм, и проблемы утилизации батареек. Александра Прахова из фосагрокласса 25-й школы, например, привлекли необычные свойства бихромата калия. Он умеет менять свою окраску в разной среде. На самом деле не все вещества могут во всех трех средах существовать, реагировать. Поэтому именно бихромат калия меня и зацепила. Малоизвестный факт, что бихромат калия используется в алкотестерах. В кислой среде он меняет свою окраску с оранжевого на зеленый. А вот Дениса Махортова из второй гимназии увлек вопрос здоровья. Выбранная тема очень актуальна, потому что касается не только тех, кто пытается бросить курить, перейдя с табака на электронные сигареты, но и подростков, которые считают, что пар от вейпов безвреден. Свой доклад он уже представил одноклассникам. И те задумались о здоровом образе жизни. Актуальность этой работы отметили и в жюри. Я выбрал проект про электронные сигареты, про их вред. Определяли кислотность, определяли наличие всяких вредных веществ, которые не сказаны в составе. Также разбирали одноразовые электронные сигареты, смотрели, что в них, как это устроено. В 20% случаев рождения детей, потомства с пороками, с аномалиями развития лицевой части черепа, 20% укурящей женщины. Оценивали работы школьников опытные эксперты и педагоги медколледжа Балаковского инженерно-технологического института, представители Балаковского филиала АО «Апатит» и Комитета образования. Они уверены, что участие в таком конкурсе будет полезно для ребят. Это мероприятие очень важно, потому что оно помогает вам, ребята, определиться с будущей профессией. Потому что оно помогает вам стать более коммуникабельными, получить навыки защиты проекта, получить навыки и умение отвечать на вопросы членов жюри. Город Балаково – это город, где развита химическая промышленность, где дети выбирают после окончания школы химические вузы, чтобы затем вернуться в наш родной город и работать на предприятии химической промышленности. За четыре года конкурс «Дети Менделеева» становится всё более масштабным. К нему присоединяется всё больше школ Балаковского района. Например, в прошлом году участников было 18, а в этом уже 36. Как отметила директор Фосагрошколы Елена Теплова, без химии невозможна сама жизнь. И потому вполне логичен интерес школьников к этой науке. С помощью своих проектов и компании «Вусагра» они познают мир.